Допустим, если сейчас проблему взять такую, что типа я хочу уехать с родителями, от родителей, да? Реально, что мешает? Ну, все то же самое. Ну, давай, тут без зеркала просто. Денег нет, ну смотри, ты полтос. Просто тут уже можно обычным языком говорить, там надо как-то без зеркала. Хотя та штука, она тебе самостоятельно пригодится, а здесь тебя просто разъемут. У тебя нет денег, то есть квартира стоит десятку, да? То есть, куда ты деваешь этот полтос? Давай, давай так, ты живешь с родителями, сколько им лет? Сколько им лет? Сколько им лет? Ты не охуел тратить эти деньги на дискотеку? Сам себя только спрашивай. То есть, ты, блядь, 35-летний жлоб, ходишь на дискотеку, это как звучит, на дискотеку, блядь. Вот клуб у меня ассоциируется еще, ладно, что 35-летний мужик может пойти в клуб. А на дискотеку это, блядь, как-то вот прям, знаешь, я в школе ходил на дискотеку 16 лет, блядь, прям любил дискотеки. Сколько лет родителя? 75. Папе, да? Да, 70. Ну, плюс-минус почти, как мои, у меня мама поможет, что-то, папе 70, блядь, ему в октябре, как раз, все, 40 лет. Что они делают, они на пенсии? Ну да, на пенсии. Или они работают еще? Нет, дома. Сейчас, сейчас, дома. Хорошо, у них хватает денег, но ты этот болтос куда деваешь, ты на них никак не тратишь, только честно. Ну, маме, там и цветы, да, восьмом. Ну, какие нахуй цветы, жрете вы что, цветы, блядь, дома или что, лекарства на что покупаете? То есть, давай только честно, это не я до тебя доебался, это сейчас ты до себя доебался в виде меня. То есть, в тебе сидит вот эта рыжая башка, которая сейчас тебя прям креет, ну, если так не хочет, давай так. Ты зарабатываешь полтинник, родителям ты деньги не даешь, несмотря на то, что они тебя кормят, там, платят за электроэнергию, ты же там в компьютер играешь, наверное, да? Ну, так дома меня не бывает, я варю, только прихожу. Ну, не суть, ты жрешь у них, они тебя кормят. Есть у тебя моменты иногда, что они, ты смотришь на них и говоришь, блядь, они реально у меня старые, короче, уже прям, да. У тебя были хоть раз мысли облегчить им жизнь? Нет, не было. А хотелось бы, чтобы они были, эти мысли? Да, понял. Ну, раз хотелось, блядь, можно же как-то их поискать, то есть, смотри, а ты один в семье, да? Чем? А где остальные? Ну, остальные отдельно. То есть, остальные все-таки съебались, а они младше тебя или старше тебя? Нет, они все остальные. Старше тебя, младший остался. Им армянская модель, да, такая? Нет, ну, на самом деле, Вова почему часто говорит съехать от родителей, у него тема такая, ну, потому что на сегодняшний день реалии таковы, что, мягко говоря, не каждая женщина захочет, чтобы она жила с родителями мужа. Или чтобы ее муж в 35 лет жил с родителями. Да, раньше это было в порядке вещей, когда она живет со свекровью или со свекром, но сейчас, мягко говоря, этого не будет. И многие люди, понимая это, но все равно они, то есть, ты должен или жениться, но есть такие реалии. Почему Вова так? Это не означает, что он при этом к родителям плохо относится или еще что-то. Чтобы у тебя была женщина рядом, но очень мало. В энергетическом плане это большой минус. Можешь в это верить, можешь нет. Мир говорит нахуй его женщина, у него уже есть одна мама. Он очень маленький, он ребенок. Ты в статусе ребенка, что ты живешь со родителями. Я считаю, что с родителями можно жить в крайних случаях, когда, не знаю, сгорела квартира, что ты еще временно. Какой-то ремонт на два месяца, не знаю. Или, например, родители очень старые, и прям им за ними надо ухаживать. Они без тебя не справятся. Во всех остальных случаях это какая-то ебатория. То есть, ну, для меня ты продолжаешь быть маленьким ребенком, который, ну, там, вот эти все штуки производные. Дискотека, там, в твоем, блядь, возрасте люди полками командуют, понимаешь? В 35 лет, не знаю, мне кажется, уже какой-нибудь Наполеон, там, блядь, отъебал всю Францию. То есть, в смысле, в стол. Не, ну, это не так, потому что, если ты не даешь туда бабки, то ты оттуда просто продолжаешь потреблять. То есть, соответственно, ты продолжаешь и ментально, и физически, и энергетически матери. Я думаю, что ты полностью прав в твоем случае, что тебе оттуда точно надо валить, стать самостоятельным, решать свои вопросы самостоятельно. Короче, твоя настольная книжка на ближайшее время, это Анатолий Некрасов. Ну, ты материнская любви или материнская любовь, это называется. Мультик, ты в чате, есть практика. Я туда мультик скидывал про поповину, ты не смотрел бы? Нет. Ну, я не знаю, кто видел, есть тут такие. Скиньте там, ребят, чтобы он посвежее был в чате, пожалуйста. Это вот та история фактически. Плюс там, ну, там только мама, тут еще мама и папа. То есть, там, грубо говоря, ты не отсепарировался от родителей. То есть, ну, тебе эту ментальную поповину не отрезали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok